Я бы хотела сегодня так кратко презентовать историю не только с нашей компанией, а в принципе с новой экономикой, которая приходит в жизни многих стран, многих стран, в принципе всему миру, уверенно шагает по планете. Это цифровая повестка, потому что платформы, интернет-платформы, они предоставляют возможность, на мой взгляд, как раз таки удачно и успешно решать вот этот вопрос совмещения себя как мамы, как жены, как хранительность семейного чага и в то же время как успешные предприниматели. И это не совсем традиционно женский бизнес. То есть нас считают компанией, которая дает возможность сотням, тысячам, уже почти миллионам людей сделать социальный лифт в жизни. Но я считаю, что это тоже очень важно. Но главное, поскольку я женщина, это то, что мы даем возможность девушкам и женщинам увидеть, что для них есть совершенно другая история. Что они не обязаны выбирать, они не обязаны как-то подавлять в себе, например, свои естественные потребности и желания, и в принципе задачи, которые перед них ставят природа и общество, и в принципе человечество. Они могут создать глобально масштабируемую историю, потому что у нас есть девушки и женщины, которые имеют миллиардные обороты на нашей площадке, миллиардные рублей. И в то же время у них есть семьи, они совмещают успешно эту роль. Так вот, я пытаюсь постоянно понять, в чем же… Ну, я знаю, что у меня есть долг перед обществом, перед миром, потому что, с одной стороны, у нас многомиллиардные, уже триллионные компании. Мы шагнули в прошлом году, перевалили оборот полтора триллиона рублей. Но в то же время я вот очень хорошо понимаю, что это вовсе не моя заслуга, это заслуга всех тех людей, кто у нас покупает, кто продает, кто работает с нами. Мы все вместе строим этот большой бизнес, но от меня общество постоянно требует что-то еще. То есть они говорят, вы там пример, ролевая модель. А я не понимаю, честно говоря, потому что мне кажется, что я обычный человек. И я все время нахожусь в поисках, как же лучше я могу соответствовать тому, чего от меня ожидает. Вот я сейчас вот, находясь на форуме и слушая предыдущую сессию предыдущих спикеров, я прям для себя записала, что есть такая цель, ну, которой, по крайней мере, мне кажется, я могу служить. И это действительно, как бы это не банально и тривиально звучало, как раз заключается в том, что я мама и предприниматель, я женщина и предприниматель. И я хочу, чтобы девушки и женщины, смотря на мой пример, понимали, что вам не надо выбирать, не надо бояться рожать. У меня семь детей и успешный бизнес. Я это, ну, по мере возможности, совмещаю. Потому что для женщины, вот для девушки, когда она рожает ребенка, это просто левел-ап. Вот просто левел-ап. Если бы не было у нас первого ребенка, не было бы никакого вайлберса. И я даже, как бы, шутя, но на самом деле не шутя, у меня там иногда спрашивают, почему у вас так много детей? Да потому что за время работы компании, мы уже скоро приближаемся к 20-летнему порогу, у нас было много кризисов. И условно, когда у тебя кризис, вот так у нас даже совпадало. Я сначала даже это не отслеживала. То есть при каждом кризисе у нас появлялся следующий ребенок. Потому что рождение ребенка дает тебе силы на то, чтобы решать. Понимаете? Поэтому не бойтесь, не бойтесь рожать, не бойтесь.